Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу, и с вами я, Хоррор Мэппи. Сегодня необычный ролик. Он посвящен нашему любимому персонажу, придуманному Тревором Хендерсоном, Сиреноголовым. Я начал проводить исследования, посвященные этим монстрам, и выяснил совершенно удивительные подробности. Я не буду раскрывать вам все секреты, но скажу, что узнал такое. Вы даже представить себе не можете, что я узнал. Скоро и вы об этом узнаете. Я раскрою вам все секреты о Сиреноголовых. Ничего не утаю. В самое ближайшее время выйдет ролик, посвященный именно этим моим исследованиям. Так что следите за анонсами. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой Чудо-канал, особенно если вы являетесь поклонниками творений Тревора Хендерсона и любите монстров и криповые истории. Ведь Хоррор Мэйкер – известный монстровед-сиреноголовщик. Сейчас я покажу вам основные виды Сиреноголовых. Если вы истинный любитель и ценитель этой разновидности монстров, то можете посмотреть мои ролики в специально созданном плейлисте, посвященном Сиреноголовым. Ссылочку найдете в описании и в подсказке. Все Сиреноголовые делятся по количеству голов на одноголовых и многоголовых. У одноголовых только по одной голове, как у нас с вами. А у многоголовых две и более головы. А уж какое разнообразие голов! Я выдвинул гипотезу, что такое разнообразие голов сиреноголовых мы наблюдаем вследствие приспособления этих существ к разным условиям существования. То есть, если верна моя гипотеза о внеземном происхождении этих монстров, то разнообразие голов свидетельствует о мимикрии этих пришельцев, то есть об их попытках приспособиться к нашему, человеческому миру. В общем, о моих исследованиях вы узнаете первыми. Если, конечно, подпишитесь на мой приинтереснейший канал и не пропустите самого важного. Итак, вот наиболее распространенный вид Сиреноголовых. Так сказать, Сиреноголовый обыкновенный. Или по латыни Сирениус капут вульгарис. У него, как вы знаете, две головы – сирены. Он очень стройный, я бы даже сказал тощий, но при этом очень сильный и опасный. А это прародитель всех Сиреноголовых – Большой Рупор. По крайней мере, до недавнего времени именно такой версии я придерживался. Но! Мои дальнейшие исследования показали, что, возможно, это ошибочная гипотеза. И что Большой Рупор – это только ответвление в эволюционном развитии Сиреноголовых. А вот он только после того, как заразился коронавирусом и мутировал в такое, с позволения сказать, чудище. Он жутко потолстел. И одна голова у него превратилась в унитаз. Некоторые не очень хорошо осведомленные люди считают, что есть такой вид Сиреноголовых – унитазоголовые. А я вам скажу так – такого вида не существует. Во всей Вселенной есть только один такой Сиреноголовый. Это вот этот, который подвергся атаке коронавируса. А это Танкоголовый. Он также является, так сказать, единственным представителем этой разновидности Сиреноголовых. Дело в том, что Сиреноголовый был очень опасным, коварным монстром. Он замышлял разный козник против меня. Хотел поднять восстание для того, чтобы захватить мою мастерскую. Но потом он раскаялся и попросил меня переделать его в Танк для того, чтобы путешествовать по земле и призывать всех к миру. А это бабуля Сиреноголового. Как оказалось, очень милая дама. Она даже угощала меня пирожками с брусникой. Очень любит своего внука. Примечательно тем, что у нее одна голова в виде сирены прямоугольного сечения, а не круглого, как у большинства Сиреноголовых. А вот дедушка Сиреноголового. Очень крутой вид этих монстров. Большой путешественный. И очень-очень сильный. Возможно, самый сильный из всех существующих Сиреноголовых. Таскает за собой костыль, который он смастерил из телеграфного столба с изоляторами. Вместо кисти у него молот, сделанный из забетонированной железной бочки. А вот вы видите детей Сиреноголового. Знака голового, шина голового, лампа голового. Они примечательны тем, что у них у каждого всего по одной голове. Но зато какое разнообразие голов. Тут тебе и колесо, тут и дорожный знак, и уличный светильник. На любой вкус. Как я понимаю, это какая-то вещь одноголовых-сиреноголовых. Ярким представителем отряда одноголовых-сиреноголовых является Прожекта Головая. Она же спутница классического сиреноголового. Ходят слухи, что они даже могут пожениться. Потому что шиноголовый, знакоголовый и лампоголовый хотят, чтобы их папа и мама жили в законном браке. Домоголовый еще один представитель одноголовых-сиреноголовых. Любопытный экземплярчик. Его характерной чертой является наличие девяти паучьих ног. Очень страшное существо. И очень опасное. Ну а сейчас я слеплю еще двух представителей отряда сиреноголовых. Мультиголового и дымоголового. Мультиголового. Субтитры подогнал «Симон» 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 Десять атомных бомб Десять атомных бомб Десять атомных бомб Десять атомных бомб Субтитры подогнал «Симон» Десять атомных бомб Десять атомных бомб и конечно не забывайте подписаться на мой чудо канал ну для того чтобы не пропустить самого интересного как вы понимаете и для этого обязательно нажимайте на колокольчик всем спасибо надеюсь скоро увидимся с вами был конор мей Редактор субтитров А.Семкин